Так, начнем. Меня зовут Игорь. Сегодня я расскажу про Microsoft Bot Framework. Сама идея у меня возникла после Framework Base конференции, которая проходила в Киеве в конце марта. Там был представитель Майкрософта, который непосредственно презентовал данный фреймворк. Стало интересно разобраться, что после анонса, который был на билд-конференции в 2016 году, почему Майкрософт пришел, что из себя сейчас представляет Bot Framework. Кстати, у нас уже, я думаю, может знаете, если не знаете, то про Информир. У нас уже была в .NET Community презентация на эту тему, Максим Ткаченко делал ее. Я вот хотел, может быть, не останавливаться на тех вопросах, которые уже были подняты, рассказать больше какую-то практическую реализацию этого фреймворка, то есть сделать какой-то простенький чат-бот, и по максимуму подключить какие-то сервисы и подключить, например, только Skype, включить еще Facebook Messenger. То есть моя презентация будет, в принципе, на такую практическую часть реализации этого фреймворка. Вот сам план сегодняшней презентации. Я коротко расскажу, из чего состоит Майкрософт-бот фреймворк. Потом перейдем непосредственно к бот-билдеру SDK. Это самая интересная часть, которая позволяет нам работать с ним. Непосредственно расскажу по Connector Service, Activities, диалогам, форм-флогу и в том числе когнитивным сервисам, как Linux, Language Understanding Intelligent Service. Мы в демке его тоже подключим. Может быть, на первоначальных функциональностях, но, тем не менее, посмотрим, как он работает. Ну и в конце будет тоже демка бота, который будет хоститься на Ажуре. Как я говорил, подключен будет Skype и Facebook Messenger. И также будет распознавать нативные месседжи от пользователя при помощи Lewis. Ну и в конце тоже будет, может, у кого-то есть уже опыт каких-то, может быть, продакшн-ботов, тоже можно либо поговорить, какие-то нюансы отговорить, либо будут какие-то вопросы по презентации, тоже можем попробовать ответить. Так, начнем. То есть Overview, такой Майкрософт-бот фреймворка, что он себя представляет. Он предоставляет нам возможность поддерживать диалоги с пользователем. Диалоги являются консулированными, но в то же самое время они могут комбинироваться. Также бот-фреймворк нам предоставляет возможность управления состоянием по каждому диалогу, плюс разговоры, которые могут состоять из нескольких диалогов. Также у нас есть довольно хорошая поддержка когнитивных сервисов, которые нам Майкрософт-бот фреймворк предлагает в серии демок. Я там покажу, как можно настроить легко Lewis. Также Майкрософт-бот фреймворк нам предоставляет отличный инструмент для отладки, такой бот-фреймворк-ревулятор, тоже рассмотрим. И, в принципе, предоставляет площадку, где можно размещать наши боты, которые сделаны при помощи Майкрософт-бот фреймворка, где пользователь может прийти, найти этот бот, который ему подходит, попробовать в каком-то канале с ним поработать. Например, Skype, Slack, Telegram, Facebook Messenger, где угодно. То, что ему больше подходит, чем он больше пользуется, и попробовать поработать с ним. Вот основные компоненты этого бот-фреймворка. Первый, который мы больше будем рассматривать, это бот-билдер SDK. То есть это, что тоже важно, open-source проект. В принципе, source code можно найти на GitHub. Я в useful links в конечном слайде предоставляю ссылочку на GitHub репозиторию. У нас поддержка идет .NET и Node.js. Он, в принципе, реализован как просто RESTful Service, в котором, в принципе, можно обращаться. Также бот-билдер SDK включает в себя как форм-флоу, мы тоже рассмотрим. Это просто стиропки Microsoft дает уже логику для заполнения форм. То есть мы просто можем сделать... Я бот делал на C-Sharp. И, например, можно создать C-Sharp-класс, который будет иметь там определенные свои свойства. И при заполнении формы нам Microsoft Word Framework будет давать юзеру в чате просто определенные параметры, которые мы должны заполнять. И они будут уже присваиваться нашим свойствам. Это, может быть, наглядно более будет понятно. То есть я продемонстрирую. Также идет поддержка более юзер-френдов такого общения с пользователем. То есть мы можем не только там обычный текст высылать пользователям в чатах, но и какие-то картинки делать, какие-то там видео аттачить. Тоже это довольно красиво. Тоже можно будет посмотреть. Ну и эмулятор, о котором я говорил. То есть это тоже инструмент отладки. Очень удобно. То есть мы можем подключаться к Endpoint. Также это можно делать как онлайн, так и оффлайн. Ну и тоже возможность расширения когнитивными сервисами. Вот, например, на самом конференции Framework Test, которую я передачально рассказал, Microsoft, представитель Microsoft и говорил, что вот эти чат-боты, они не есть. Сама цель у них – это когнитивные сервисы. То есть можно рассматривать просто чат-боты, которые будут какие-то элементарные функции использовать там для бизнеса. Ну а если там можно как в следующий этап уже подключать когнитивные сервисы, такие как Lewis, ну что это сделать более там умным. Также в бот-фреймворк компонент есть Developer Portal. Но здесь я останавливаться особо не буду. Здесь мы можем просто регистрировать наш бот, подключать разные каналы коммуникации, ну и так далее. Ну, бот-директория – это просто каталог ботов, которые были сделаны на Microsoft бот-фреймворке, где юзер может их найти, протестировать. Вот каталог, где можно их найти. Дальше переходим уже непосредственно к бот-билдеру с DK. Ну и первое, что очень удобно было сделано Microsoft бот-фреймворком – это Connected Service. То есть при помощи него он предоставляет нам API, через которую мы можем общаться с любым мессенджером. Вот в моих демках я тоже подключал, например, Skype, который, ну Skype, в принципе, подключен из коробки, но мы можем так же самым легко подключить Facebook мессенджер и, в принципе, от этого наш код никак не меняется. И мы используем через коннектор, с ними общаемся. Ну, то есть за нас сделана большая часть работы и предоставляются определенные там библиотечки, которые можно через .NET подтягивать, общаться. Ну, это первая демка, которую я хотел показать. В принципе, это чисто темплейт, который можно вот найти на сайте Microsoft бот-фреймворка. Я покажу вам где, то есть это вот их там сетет. Документации вот в .NET мы можем найти там Getting Started with Connector. И здесь, в принципе, описано, что нужно сделать для подключения к какому-то темплейту. В том числе здесь тоже есть упоминание о эмуляторе, который мы тоже здесь подключим. Ну, я это все сделал уже, чтобы не затягивать презентацию. Вот. Так вот выглядит точка входа в наш бот. Это темплейт. То есть, как видим, это обычный IP-контроллер, который имеет метод post и принимает на входе activity. Про activity мы тоже позже поговорим, но сейчас просто как это все выглядит там на элементарном таком уровне. Мы говорим, что если у нас activity это типа message, то есть он тоже activity разных типов бывает, то мы хотим задействовать какой-то рутовый диалог. В нашем случае, ну, то есть рутовый диалог, то есть каждый диалог будет исследоваться это id-диалог, который содержит тоже контекст. Ну, это все мы тоже проговорим чуть позже, поэтому мы не будем останавливаться. И здесь называется метод message.rcd.sync, который у нас будет просто смотреть на тот текст, который у нас ввел пользователь, смотреть с какой длины этот текст, и выводить сообщение юзеру о том, что конкретно он ввел, и сколько символов этот текст занимает. То есть тут опять же, если мы там какой-то смайльник пришлем, то пока этот бот уже будет некорректное поведение. Ну, тем не менее, просто для таких презентаций, то я вот его запускаю. И запускаю также этот эмулятор, который я говорил. Вот таким образом он выглядит. Мы тут прописываем, например, вот у нас запускается на 79.79 порту. Мы его подключаем. Здесь, например, если нужно, у нас уже уходится где-то наш бот, то можно прописывать Microsoft App ID, которые мы можем тоже получать на портале по Microsoft Bot. И мы вводим определенные креденшалы, и тогда коннектим. Но в данном случае мы просто это локально будет, мы коннектим его. Да, интересно. Какой-то уже шик он. Сейчас, секунду. Только что опять же тестировался. Окей. Так. Вот еще раз. Сейчас есть. Так, у нас идет настройка на... Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. У меня, в принципе, бывали какие-то проблемы с эмулятором. Я, честно говоря, не знаю. Тут можно посмотреть JSON, конечно, что... У нас высылает на... Сейчас, секунду. Так, да-да-да-да. Угу. 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 Сейчас. Есть нг-рок, который необходимо подключать, если общаться с опубликованным ботом. В этом случае, если локально, то есть у меня были проблемы из-за этого, я не копался в деталях, но, в принципе, если его отключить, то локальный хост тоже у нас, в принципе, отключает. В данном случае, как мы говорили, посылаем там какое-то сообщение нашему боту, вот, он нам присылает ответ, что мы прислали ему хай, и он имел там два символа. Здесь, как я уже показывал, можно посмотреть на JSON, который был отправлен, но это уже, да, который был отправлен боту, какой был респонс. Ну, довольно-таки удобный эмулятор, то есть я с ним работал, можно добавить, опять же, можем какие-то брейпоинты ставить в Visual Studio просто-напросто и на входе смотреть. Так, ну, по этой демке пока все. Давайте идем дальше. Так, то, что мы увидели, вот, каждый диалог, в принципе, на себе принимает Activity. Activity представляет из себя объект, который, ну, имеет ряд там свойств, которые нам помогают для контроля, обмену этим сообщением. Мы там, может, чуть позже там посмотрим, какие там свойства он имеет. Ну, и так же самое, он вот имеет разные типы, этот Activity. В нашем случае мы смотрели, что вот, если нам приходит Message, то мы там реализуем определенную логику. Так же самое, можно реализовать логику, если Activity будет у нас какой-то там, ну, например, Delete User. То есть, если юзер захочет удалить от себя какие-то данные, то вот мы можем реализовать это логику в то же самое. Вот, как выглядит это Activity. То есть, каждое сообщение, которое проходит через Connector, который мы раньше рассматривали, он уже в себе имеет это Activity, которые там разные типы в себе содержат. Диалоги тоже. Диалоги в себе, то есть, это модели просто для поддержания разговора. Каждый диалог, он экипсулирован и является отдельным, там, C-шар-классом. Также эти диалоги могут объединяться, например, можем, ну, тут тоже мы дальше рассмотрим, то есть, при разработке какого-то диалога мы можем там переключать на другой диалог, и это все просто уже, когда полностью все данные у нас есть со двух диалогов, уже выдавать юзеру конечный результат. Ну, что тоже довольно удобно, дальше посмотрим. Ну, также у каждого диалога, вот как мы видели, есть iDialog Context, который в себе содержит определенное состояние. Состояние, оно идет как по юзеру, так и по каждому диалогу. И если мы рассматриваем разговор, который состоит из нескольких диалогов, то также каждый разговор в себе имеет состояние по стеку активных диалогов и по каждому диалогу в отдельности. Вся поддержка сохранения состояния у нас реализуется через, есть реализация в Bot Connector. В принципе, мы можем, конечно, использовать нашу какую-то отдельную базу данных, но если мы хотим, мы можем, в принципе, использовать Bot Connector Service, который для нас будет сохранить состояние. Вот просто примеры, как состояние данные работает. У нас, например, приходит пользователь просто Hello, там Bot представляет, что он делает и запрашивает имя пользователя. То есть он им отвечает, что он Майкл. И когда вот Майкл спрашивает его WhatsApp, бот уже знает, что это именно Майкл, хоть это уже, например, другой диалог, но у него уже есть данные о Майкле. Или, например, у нас есть бот, который записывает людей на стрижку. Вот тоже у него есть, например, какие-то возможные слоты для записи на стрижку. Он говорит, что на данный момент возможно. После этого он высылает какое-то подтверждение. По поводу хранения этих состояний. Каждое состояние по диалогу у нас реализуется, по юзеру и по разговору, и передается через iBootDataBack. Каждый набор данных состояний у нас передается через месседж, который приходит через бот-коннектор. И из-за этого, потому что тут действует сериализация, каждый диалог, в принципе, должен иметь атрибут Serializable. Тоже хочу показать демо, который будет содержать уже новый диалог, и который будет работать с этими состояниями. Как я говорил, у нас на входе есть Activity. Можем зайти в него, посмотреть, какие свойства он имеет. Интересно, у нас есть локаль, то есть мы можем сразу распознавать язык, который нам приходит. Также мы можем получать информацию о канале, с которого нам пришло сообщение. То есть в данном случае, если это перейдет с Facebook, например, мы можем, если у нас есть какие-то attachment, то мы можем задействовать его JSON-схемы для формирования респонса. Ну и есть также текст, который нам приходит, месседж непосредственно, ну и другие. Что касается этого открытия диалога. Вот. У нас, когда пользователь будет говорить Hi, мы сразу же отвечаем ему, кто мы такие, кто такой бот, скорее. То есть мы контекст через post.async сразу в контекст. И вызываем метод message.receive.async. И тут логика такая, что если у нас нет данных по юзеру, по его name, то мы будем запрашивать у юзера его имя. И как только он его дает, мы через context.wait метод рекурсивно вызывает снова message.async. То есть этот метод прогоняется заново. И когда у нас, ну в данном случае мы getName будем ставить как true, и мы будем вот из юзердата, мы говорим, что это iBootDataBack, то есть мы из него говорим, если у нас есть getName, и он там равняется true, то мы заходим сюда, берем из месседжа текст, ну и присваиваем данному контексту, что name у нас равняется тот текст, который нам прислал юзер. То есть надеемся, что он пришлет свое имя. Ну то есть, конечно, логика может быть получше, сама реализация логии получше, ну и в принципе для такой демки я сделал такое. Так, можно опять же запустить. Посмотрим, как оно работает. Вот, мы сделаем новую conversation. Вот, нам он, как говорят, то есть не знает нашего имени, он спрашивает имя. Ну и все, он как бы уже запомнил, что меня зовут Игорь, и в следующий раз, например, если я ему скажу уже hi, он уже будет знать, что меня зовут Игорь, и отрабатывать уже с mainState. Так, также мы можем использовать extension классы chain, что позволяет нам объединять диалоги между собой. То есть, будет тоже демка. У нас, например, есть метод у chain, как post to chain. Этим самым мы задаем какой-то рутовый диалог и начинаем формирование этой цепочки диалогов. Через метод switch, мы можем распознавать, то есть, обычный switch, то есть, мы можем распознавать, что нам юзер прислал, в зависимости от того контекста, что нам юзер прислал, мы определенную логику будем преследовать. То есть, если она пришлет, например, high, мы можем перейти в диалог greetings, greeting диалог, и после него там отработать спасибо, что использовали наш бот. и если нет, то какой-то там или дефолтный кейс придумать, либо другие какие-то варианты посмотреть. Так, ну тут вот мы даже будем использовать front, то есть, это создает новый instance диалога. Ну и другие методы, которые, в принципе, могут быть полезны для формирования такой цепочки диалогов. Также вот есть форм-флоу, тоже очень удобная штука, то есть, мы можем просто формировать какую-то форму в виде C-Sharp-класса, и его свойства, там вот все типы, которые поддерживаются, то есть, свойства типов, вот каких-то там цел и чист, там string, daytime или ename, они будут уже из коробки просто Microsoft запрашиваться для заполнения у юзера. В то же самое время, если в конечном итоге мы там сформируем какую-то форму, и Microsoft Word Framework запросит, правильно ли он все, правильно все пользователь запросит, если нет, он там даже имеет возможность поменять какие-то из свойств данной формы. То есть, это все просто из коробки нам предоставляется. Я тоже покажу в демке, может более понятней будет. Так, что может, что-то не забыл. А, ну и также у нас есть возможность навешивать атрибуты на свойства для того, чтобы, например, ну, например, вот у нас есть какое-то интовое значение, мы хотим там предельно граничное значение для этого свойства создать. То есть, мы можем использовать атрибут numeric и говорить максимум, например, можем заказать там столько-то айтемов, либо, что, там, доступная дата, там, максимальная или минимальная будет такая, там. То есть, тоже удобно для кастомизации каких-то свойств класса. Ну и опять снова демка. Ну и опять снова демка. мы только что обсудили. То есть, тут используется тоже пост-течень, который стартует в цепочку и присылает к этому диалогу. Мы берем текст того месседжа, который нам прислал пользователь и, в зависимости, через switch, в зависимости от того контекста, который нам, от того месседжа, который к нам пришел, мы будем либо запускать рейтинг-диалог, после которого будет происходить, ну, отрабатывать after recruiting continuation. То есть, мы просто поблагодарим юзера, то, что он там использует наш бот. И так как мы уже после рейтинг-диалога будем знать его имя, то мы там сразу запишем его имя, которое мы достанем из контекста данного диалога. Ну, либо, если это будет не high, в любых других случаях, мы его пока будем привлечать в форум по заказу, ну, в моем случае, там, мебель, например, по заказу какой-то опции по мебели. Вот, мы можем зайти в данную форму, посмотреть. Вот, я как говорил, это обычный там C-шерп-класс, который в себе содержит несколько свойств. В этом случае у нас есть вот инамы, это все айтемы, которые, ну, пока я там добавил для этого бота, доступны для заказа. у нас также есть какие-то сервисы, которые мы можем дополнительно оказывать. Также нам нужно понимать, сколько клиент хочет заказать штук каждого из айтемов, ну, и когда ему необходимо, чтобы там, этот айтем был готов, там, due date, куда заполнить. То есть, как мы видим, это все типы, которые поддержатся Microsoft Bot Framework. Ну, и будет заполняться, и выдаваться user для заполнения просто Microsoft Bot Framework. Ну, для того, чтобы это сделать, у нас есть там такой простенький метод как BuildForm, который при создании новой формы у нас будет отрабатывать сразу месседж. Welcome to the Item Reservation. Ну, и Build будет уже формировать саму форму. Да, и тоже у нас есть такой метод как Unwrap. То есть, у нас в данном случае выходит, что сначала отрабатывает длительный диалог, потом у нас отрабатывает диалог, ну, в данном случае это вот ChainRotRM, возвращение непосредственно диалога напрямую в Chain. То есть, в данном случае у нас будет два диалога, которые мы комбинируем и по помощи метода Unwrap мы формируем из этого просто один диалог. так, ну, и пост-евизор мы просто уже переведем это ботом. Так, тоже можем запустить, посмотреть, как она работает. в данном случае в данном случае мы перешли здесь в рейтинг диалог и мы после того, как мы говорим, что нас зовут Игорь, у нас есть метод ContinueWisp то есть, после этого отрабатывает AfterCreatingContinuation метод, который передает уже встанки как мы говорили. Теперь, если же мы как вот DefaultCast будем передавать что-либо другое, например, не знаю, ItemOrder вот у нас переводят сразу в форму и как я говорил у нас просто сразу же и нам, который у нас записан как FurnitureItems изображается таким удобным удобным виде и мы тут можем выбрать любой item, который нам нужен. Например, мы выбираем Sofa и также Microsoft будет запрашивать сколько нам нужно айтемов этой Sofa мы говорим 1 когда нам нужно чтобы была готова то есть, опять же заполняется свойство Tutate мы говорим там 31 05 16 12 ну и после этого он спрашивает все ли правильно было заполнено если мы здесь говорим No то опять же он говорит что не так было заполнено что мы хотим поменять мы говорим например количество говорим 3 все ли нормально теперь мы говорим Yes после этого отрабатывает Continuation After Greeting то есть мы благодарим что мы воспользуем ботом что-то еще интересно то что вот видим у нас например Inamo тут стоят Nalable если мы не будем ставить Nalable то первый элемент Inamo будет всегда Nalable и в этом случае если вот если мы возьмем Inamo здесь у нас будет в данном случае Kitchen у нас не будет отображаться при заполнении формы так как нулевой элемент Microsoft framework заполняет как Nal то есть у нас будут доступны только вот эти вот элементы либо мы можем в этом случае либо мы можем начать с единицы в данном случае Nal будет нулю равняться а Kitchen уже будет соединиться начинаться и в этом случае это все прогреляется все хорошо работает ну либо мы сделаем Nalable так все тогда можем перейти к Lewis дает нам возможность легко распознавать нативную просто речь пользователя и в зависимости от намерения которое в зависимости от того распознает ли наш бот скорее Lewis это намерение пользователя или нет если он распознает то он может переводить на определенную логику если нет то он говорит нам девелоперам что он имеет такой запрос он его не понял и мы можем обучить Lewis что данный запрос данное выражение от пользователя будет восприниматься как вот такое намерение то есть мы можем обучать модель нашего Lewis для каждого приложения кастомно и говорить какие ответы мы хотим выдавать пользователю на определенный его запрос на определенное выражение которое он пишет в чат так вот как это выглядит то есть у нас есть сервис Lewis у нас есть наш бот через бот коннектор он общается уже с несколькими каналами вот как устроен Lewis это у нас есть вот intent намерение есть entities которые могут включаться в наши 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 интенты и ну как бы и возможность обучения Lewis если намерение было не распознано здесь плохое качество если видно у нас есть сообщение от пользователя what is the weather in New York City today в этом случае у нас есть намерение what is the weather то есть мы хотим узнать погоду и entity то есть у нас в данном случае Нью-Йорк в другом случае это может быть Вашингтон не знаю что угодно там Киев ну то есть это возможность то что мы можем кастомизировать логику для каждого приложения ну и здесь опять же если как только мы паблишим наше приложение начинается трафик Lewis видит какие-то определенные запросы от пользователя и если он не распознает данный запрос как какое-то намерение от пользователя он говорит нам что мы можем его обучить распознавать данное выражение какое-то приложение сама схема как это все работает то есть у нас есть какое-то выражение мы получаем от юзера если он распознает данное выражение как какое-то намерение то мы сразу выдаем там определенный респонс нашему юзеру если же нет он переходит в модель юзера который подключен к данному приложению говорит девелопер что был принят какой-то запрос и девелопер мапит данное выражение к определенному намерению и entity после этого тренирует Lewis и в следующий раз когда будет такое выражение уже приходить от пользователя то Lewis распознает его как определенное намерение юзера в этом демке я хочу показать что из себя вообще UI представляет Lewis как оно все настраивается сейчас на секунду вот то есть вот сайт Lewis и здесь мы можем создать какое-то новое приложение и довольно так простенько в данном случае я не нашел здесь культуры Russian или Ukrainian ну в данном случае это будет English может быть пока я уже создал там свое приложение как Chatbot и вот как выглядит уже сама наша модель то есть у нас есть интенты в нашем случае в моем случае я запомню намерение как приветствие и приветствие будет распознано если нам пользователь пришлет одну из трех выражений как ETHERNCESS так ну и так само item reservation например если у нас приходит такое выражение то и в данном случае какой то есть у нас приходит I would like to order a какой-то item из того что у нас есть то мы будем распознавать это как item reservation намерение в данном случае вот entities in use у меня есть entity такой как item так ну и по молчанию есть такое намерение как none если здесь ну то есть мы можем якобы использовал его для того для обучения то есть если здесь мы видим что нам что-то пришло и и user распознавал это как none то есть нам нужно его обучить чтобы он не познавался как определенное мерение которое у нас уже есть вот entities которые у нас ну которые заполнены там item и сервисы и также после каждого изменения добавления какой-то интета либо опять же после того как у нас пришло на none и нам нужно перевести это выражение каком-то намерение нам нужно обязательно на train application нажать чтобы Lewis там заполнил как в следующий раз продавать ему это выражение ну и также у нас есть возможность тестинга как published модели так и просто локально например если напишем сейчас how you плюс нам скажет что с вероятностью 0.98 он распознает это как намерение greeting если мы напишем например how you doing то в этом случае он распознает его скорее всего как нам потому что таких ображений не было в этом можно опубликовать уже наш Lewis модель по поводу обучения вот на дэшборде на принципе как и в каждом интенте у нас есть такое поле как suggested utterances то есть это то что Lewis получил от пользователя и не знал как его распознать то есть мы здесь можем посмотреть например какие-то запросы были получены и он не знал как бы к чему их отнести ну либо он получил и мы хотим поменять данное намерение на какое-то другое то есть мы так можем на дэшборде это все посмотреть выбрать на ну здесь будет отображаться так теперь я хочу показать как это все подключается к нашим ботам сейчас секунду а да к Microsoft бот подключается при помощи класса луис диалог который тоже наследует сет ай диалог и ну в этом случае как я модифицировал то есть у нас есть сейчас make луис диалог который как мы уже видели делать инстанс нового диалога через чем и мы заходим в данном случае если у нас будет намерение нам то мы говорим что бот не знает как распознать данное намерение ну там извиняется что мы не понимаем этого так вот тоже опять же контекст wait у нас возвращает ожидание следующего сообщения от пользователя то есть мы опять будем заходить в диалог в зависимости от этого мессенджера будем смотреть какой-то intent и переходить к данному диалогу вот сама льюис модель подключается тоже чисто навешивается атрибут и здесь нам нужно забивать модуль ID который можно получить и Subscription Key который тоже на интерфейсе UI Key Lewis мы можем получить но потом при помощи таких вот атрибутов мы определяем intent ну и вызываем диалоги которые нам нужны так ну можем теперь посмотреть как это работает в принципе здесь опять же ничего не поменялось просто в данном случае мы уже будем работать с нашим ботом через Lewis также я сразу же наверное не тратить время с симулятором вот вот в UI Microsoft Bot Framework у нас есть такой раздел как MyBots и я уже захотил его на Ажуре и вот URL на котором хостится подключил то есть из коробки он подключается к skype но я также к facebook мессенджерам как это сделать тоже на UI бот фреймворка это все очень подробно описано потому что facebook у меня уже подключен нету можно например Slack сойти посмотреть сейчас тут чисто пошагово расписано как нам что сделать для того чтобы подключить наш бот к Slack это можно просмотреть так ну в данном случае я подключил его к мессенджеру вот например можем уже у нас я создал пиджу для демо и мы например можем уже отправить сообщение на данный пиджу с facebook мессенджера мы ему будем говорить хай то есть наш бот уже хостится на Ажуре вот хай тут время занимает его ответ вот он ответил как опять же там мы говорим опять же Игорь ну то есть не знаю показывать то есть опять же у нас он распознал как intent greeting по хай так как у нас это было настроено как выражение хай будет распознаться как greeting и мы заходим в greeting диалог так так мы говорим что меня зовут Игорь он опять же по greeting диалогу скачет как нам помочь и вот наш intent будет I would like order is solved то есть это вот intent для который нас переведет на item reservation и запускается диалог который будет соответствовать тому форме по item reservation и запускается диалог который будет соответствовать форме по item reservation выбираем количество единиц ну и в случае он спрашивает какие сервисы нам было бы интересно получить дополнительное мы говорим delivery ну и опять же мы можем либо нажать то есть он суммирует наш заказ если мы говорим что это все соответствует того что мы желаем мы говорим yes если мы говорим опять же no мы можем нажать и наш бот спрашивает что было выбрано не так например я хочу сервис поменять что мне нужно не delivery а а какой-то там furniture assembly ворот машины мебели ну и все он тогда суммирует и говорит что наш суммарный заказ так тут я говорю yes и вот например если мы пришлем сейчас how are you то наш бот скажет что sorry я не понимаю данный интент и у нас в льюисе сразу появится сейчас вот нам вот у нас сразу в льюисе появилось что бот к льюису пришлось сообщение как how are you doing то есть не знает что за намерение он из себя представляет если мы хотим например можем сказать что how are you doing у нас относится к интенту например greeting item yes и в этом случае мы обучаем наш льюис после изменения что у нас how are you doing будет распознаваться теперь как greeting ну и теперь в принципе когда мы напишем how are you doing льюис у нас в первую очередь там с вероятностью 0.73 скажет что это greeting ну вот так вот так у меня вроде бы все то есть я тут собрал тоже какие-то полезные линки которые использовал бот фреймворк их веб-сайт репозиторий на гитхабе по бот-билдеру хомпейдж льюиса ну и здесь тот же вот курс на сайте который довольно хорошо расписывает все подключения и тоже создание элементарного бота здесь вот ссылка на презентацию которая была сделана на framework days от представителя microsoft он там очень хорошо расписывает UX дизайн то есть это пол презентации он просто рассказывал про это то есть если кто-то захочет строить свой бот довольно интересно будет просмотреть ну и если кому интересно будет то на моем репозитории есть source код всех демок которые я проводил можно будет посмотреть на этом у меня все если есть какие-то вопросы пожалуйста ну либо не знаю может кто-то пробовал тоже делать какие-то боты при помощи Microsoft бот-фреймворка может есть какой-то опыт может есть какие-то нюансы которые там я не учел потому что у меня так видите это обычный какой-то бот который в принципе далеко от продакшена может кто-то были какие-то более сложные варианты например там с картами что это это что это 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 Продолжение следует...